Свенская Дагбладет, Швеция Наивная Швеция движется к краху в 2024 году Стефан Фельстер Свенская Дагбладет, Швеция 9 октября 2019 года Нас вынуждают вооружаться, но тем самым мы подкрепляем параноидальную пропаганду Что это значит для Швеции? Большинство сейчас уже поняли, как российская клептократия тайно переправляет деньги на Запад Гораздо меньше людей осознают, какую угрозу это представляет для западных демократий, и для нас в том числе Недавно российских агентов обвинили в том, что они играли ключевую роль в почти удавшейся попытке государственного переворота в Черногории С тех пор неоднократно находили доказательства, что Россия финансирует австрийскую партию свободы, немецкую альтернативу для Германии Компанию по Брекситу, дает деньги Марин Лепин во Франции, Соливини в Италии и Арбану Венгрии В Швеции левые, и шведские демократы, националистическая партия, примечания Перев, вовлечены в скандалы, наводящие на подозрения о влиянии из Востока Этой компанией помогает медиатролигру Даже авто онбладет и СВТ порой распространяют российскую риторику, например, утверждая, что в Крым вторглись нерегулярные российские войска, а кто-то другой Российское отмывание денег через Садьбанк – лишь вершина айсберга Мало кто из журналистов пока даже задается вопросом, как используются эти деньги Думаете, мальчики на жилье копят? Когда я сложил один и один, у меня получилась такая удивительная головоломка, что не хватило бы ни газетной статьи, ни документального фильма, чтобы ее распутать Поэтому я решил придать ей форму международного триллера Недавно эта книга была опубликована по-английски под названием «Крах 2024 года» – «Тэч Раша в 2024» Не хочу спойлерить, но могу рассказать, что все кусочки этого пазла, преступления, которые случились совсем недавно, планируются или уже совершаются, но пока не раскрыты Вместе с несколько непоследовательной политической реакцией во многих западных странах, низкой моралью и недальновидностью в определенных финансовых сферах они образуют такое ведьминоварево, которое может нас всех погубить Поэтому мой триллер – не просто развлекательное чтение, но и хороший повод поразмышлять над будущим Швеции Почему тролли так активны? Что выиграет Россия от этого раскола? Тот, кто анализирует действия России, смотря на все через очки холодной войны, упускает важнейший момент Криминальные группировки, собравшиеся вокруг Путина, не носители враждебных нам идеологий Напротив, это моральные люди, которые просто наслаждаются жизнью, не испытывая никакой особой ненависти к Западу Но они любят рациональный расчет И он состоит из двух частей Во-первых, они хотят не дать западному миру привести в исполнение инициативы вроде акта Магнитского, который может начать замораживать или даже изымать их наворованные богатства В таком случае поддержка всем политикам, которые, как представляется, подрывают основы правового государства Это просто рациональная стратегия, неважно, идет ли речь о Трампе, Арбане или Сальвине Во-вторых, им надо сохранить власть, иначе их осудят в России и отнимут у них все наворованное Для этого нужны активные тролли дома, репрессии и внешние враги Военные провокации против Швеции и НАТО, таким образом, следуют коварному расчету Мы вынуждены вооружаться, но тем самым мы подкрепляем параноидальную пропаганду Эти две движущие силы создают токсичную динамику Каждый должен подумать над тем, какие последствия все это может иметь для Швеции Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...